Всем привет, ребята! Всех с наступившим Новым Годом! У меня совсем не было времени вас так вот официально поздравить. Но тут кот ходит, как всегда, из-за сессии, из-за того, что очень много экзаменов. И у нас в магазине, где я работаю, был сейл, и, соответственно, был график работы такой. Лапсик? Вот ходит тут... Лапсик, ну давай тогда фокусы показывать. Эй, хочешь? Давай, покажи свою мордочку, Людя. Да! Вот такой малыш у меня. Мы сегодня продолжим с вами общаться на тему того, что... Почему же я пошла учиться, а не работать, когда я переехала в Голландию? Остановились мы на том, что я получила... Остановились мы на том, что я получила документы. И, соответственно, когда я уже знала, что документы я получу, в ближайшее время я начала поиски работы. Сказать, что у меня была самозавышенная самооценка, это ничего не сказать. К тому времени я уже могла говорить по-голландски. Мой уровень был где-то B1. То есть, в принципе, я могла как-то изъясниться, я писать уже научилась, более-менее читала я. Мне казалось, что я просто богиня, что с моим опытом работаю, тем более, что мне удалось поработать в проекте одной голландской компании в России. Ну, что если они увидят, что я работала на голландскую компанию, правда, на русский филиал, ну, ничего страшного. Что они увидят, что вот я тут недавно переехала уже по-голландски, так говорю, что у меня вот сразу с руками и ногами какая-нибудь фирма возьмет работать секретарем или в сфере менеджмента. Но, хотя я понимала, что секретарем, если работать, то голландский должен быть просто идеальный. То есть, надо родиться голландской, не просто учить этот язык. Я, в принципе, понимала, что мало вероятно, что меня возьмут на такую должность. Плюс еще я должна честно сказать, что у меня английский не самый лучший, потому что я в школе не учила. Был такой допотопный советский учебник, и английский был у меня вторым языком. Первым был немецкий. И по этому советскому учебнику мне учить английский вообще не хотелось, поэтому так получилось с английским. Хотя я могу там как-то... ну, не умру я, если мне надо будет говорить по-английски. Но для работы в какой-то крупной организации этого недостаточно, кроме того, что я писать не умею нормально по-английски. Я поняла, что работы у меня не клеятся. С момента поиска работы прошло где-то три месяца. Когда я уже знала, что документы будут готовы и должна была их забрать, в январе, кажется, это был январь, может, февраль, мне написала девочка одна. Она, значит, состоит в моей группе «Краешки нашей земли», и ей очень нравится эта группа. И она мне написала, что «Привет, твоя группа нравится, хотела тебе только вот это вот это посоветовать». Мы стали с ней общаться, оказалось, что она живет в 10 минутах от меня, сейчас уже в 10 минутах на велосипеде. И мы с ней встретились, когда в первый раз. Она меня вдохновила пойти учиться. У меня была такая идея пойти учиться, но, в принципе, я думала, что попозже, сейчас я сначала поработаю. И она меня вдохновила, потому что, во-первых, в резюме, если ты учишься уже в голландском учебном заведении, то есть это в резюме уже красиво смотрится. То есть голландцы будут думать, о, иностранка недавно переехала, и вот уже учиться у нас это, да, это достижение. Это было первое. Второе, то, что в 2014 году еще можно было получать стипендию от государства, которая покрывала оплату учебы, плюс тебе оставались карманные деньги. Уже с 2015 года можно получить только образовательный кредит. В принципе, это голландская стипендия, можно считать это, ну, как такая небольшая зарплата. То есть ты за учебу даешь какую-то сумму, и тебе остается обычно где-то 150 евро на руки. Я подумала, почему бы и нет. Для этого мне надо было сдать голландский язык, естественно. Мне моя новая подруга очень-очень помогла с голландским. В общем, я сдала экзамен N2B2, но его для университета в Лейдене было недостаточно. Мне пришлось потом еще попозже сдать еще один экзамен уже в университете. Он стоил 100 евро. Я его называла просто собирательством денег, потому что он не намного сложнее N2B2, а называется он типа голландский как родной язык. Но это, простите, ребята, было очень странно. Ну да ладно. Я долго размышляла, на кого мне пойти учиться, хотя на самом деле не очень долго. Я хотела заниматься языками, так как мне очень нравится лингвистика, литература. Мне надо было выбрать язык. Сначала я посмотрела факультет русского языка. Там очень скучная для меня программа, потому что я уже все умею почти. Решила, что нет, туда не стоит, время терять. И в итоге я посмотрела, значит, потом просто лингвистику. Но там такая очень общая информация, то есть мне было бы там тоже... Ну что бы я там выучила? Только голландский язык и то, как устроены языки. И потянула бы английский. И я подумала, может, на немецкий? Я его в школе учила. Посмотрела я немецкий, но меня немецкая литература никогда так сильно не вдохновляла. Потому что на самом деле моим вдохновением всегда был именно французский язык. Вот не знаю уж почему. И я пошла на французский. Для французского мне надо было еще пройти собеседование, я его прошла. Мне взяли учиться. И так началась моя учеба. Сейчас уже на втором курсе. Я учусь на бакалавра. Бакалавр длится здесь три года. И можно еще потом пойти в магистратуру на год. Но пока мне три года будет достаточно. Почему, если так обобщить, почему я пошла учиться? Во-первых, вытянуть голландский, английский. И заодно выучить еще дополнительный язык. И, может быть, еще что-то по ходу пьесы. Потому что Голландия, страна, где живет очень много людей. И, в принципе, я уже говорю на языках всех соседних стран Голландии. То есть я говорю на немецком, на французском. На голландском я говорю. И, ну, могу что-то там по-английски. Над английским надо, конечно, еще больше работать. То, что у меня уже есть два высших образования, полученных в России. И я имею представление о работе в сфере менеджмента, в сфере тренинг-менеджмента. Мне как-то легче уже ориентироваться в пространстве. Мне стало, после того, как я первый год отучилась, мне стало намного легче себя презентовать в обществе. Я сама чувствовала, что что-то меняется. И я уже начинаю более отчетливо понимать, какой будет моя работа. А языки мне, конечно же, нужны как средство коммуникации. Потому что, если я не буду знать много языков, ну, это для моей будущей работы, то, соответственно, я не смогу так быстро развиваться. У меня одного английского будет мало. Кроме того, я выбрала Францию, французский язык, потому что французы не очень хорошо владеют английским. Плюс еще есть Бельгия, где, например, некоторые понимают по-голландски, но они лучше говорят по-французски. Я могу работать с каким-то бельгийско-французским, может быть, швейцарским рынком и так далее. Я люблю это, ребята. Я реально люблю языки, я их обожаю. Я кайфую от этого. Этот мир лингвистики, этот мир языков, мир литературы на иностранном языке. Это просто что-то волшебное. Я очень рада, что Голландия дала мне шанс наконец-то заняться тем, что действительно является частью меня, то, что действительно я хочу делать, то, что я люблю. Я надеюсь, что эта сессия и следующая, и все остальные сложатся успешно. Ребят, забыла совсем добавить, что если вас интересует что-то об учебе в Голландии, может быть, вы хотите узнать больше о моих одногруппниках, как вообще с голландцами я сжилась в одной группе, потому что я одна у них такая, экзотический фрукт. И вообще, как учеба проходит, как экзамены и прочее, вы не стесняйтесь, пишите в комментариях, что вас интересует, а я уже буду дальше развивать эту тему специально для вас. Спасибо вам еще раз, всех целую, обнимаю, пока-пока!